Аточки, всем привет-привет! На канале Пиратская Жизнь. Своя последняя нога. Слушайте-ка, вот очередной мой халатик. Смотрите, помните вот этот халатик? Смотрите, он еще тоже на мне стал висеть. Фактически. Ничего с ним не делала. Не растягивала. И вот, смотрите, результат. Тоже давно, кстати, его не одевала. Сейчас еще одеваю халат, который давно не одевала. Смотрите, как получается. Дочки, снова худею. Снова худею. Сегодня я стала, короче, на весы. У меня прям такой серьезный вес. Очень серьезный. Я прям даже не знаю. Как-то я даже не очень довольна этим. Потому что как-то очень быстро все пошло вниз. Я не знаю, правильно это или неправильно. В общем, короче, вчера я потеряла 600 грамм. Сегодня я потеряла кило 100. Вот. Не знаю почему. Хотя я вчера ела рис. Вот. И как-то прям очень стремительно он пошел вниз. Этот вес. Хотя рис вчера ела. Вот киви доела там немножко. Вот вам и углеводы. Но худею. Но вчера у нас практически 10 тысяч шагов мы прошли. Вот. Очень так хорошо, интенсивно было. Погуляли. Вечером, может быть, из-за этого. Не знаю. Вот. Ну, в общем, вот. Констатирую факт. Не знаю. Кило 100 за день. При моем весе. Честно, в туалет еще не ходила. Только максимум по-маленькому. Не знаю, как вот так и происходит. Ну, вот. Такие результаты. Такие результаты. Такие результаты. У меня сейчас, получается, уже третья неделя заканчивается. Скоро будет. В четверг. Будет три недели. Ровно. Когда я сижу на препарете. Вот. И, блин. Если у меня такими темпами будет уходить. Это прям вообще. Это прям скоростное похудение. Какое-то. При условии, что я практически даже диету не особо соблюдаю. Рад, чтобы просто порцию урезала прям так значительно. Сейчас уберу все. Это как всегда. Полно всего. Так. У меня вот сейчас даже система не узнала. Там это вход. По лицу. А вот. У меня система не узнала. Несколько раз каталась там. И через костыли зашла. То ли у меня лицо как-то похуделось. Худелось сильно. То ли что. Короче. Вот такие вот дела. Худею прям. Семи миллионами шагами. Получается за два дня. 600. Плюс кило сто. Кило 700. Вообще нормально. Вообще нормально. Слушайте. Это прям. Это прям вообще. Не знаю. То ли я вообще что-ли ничего не жру. То ли что. Ну как-то у меня очень быстро все уходит. Я даже не знаю, что делать. Нормально ли это. Правильно ли это. Хорошо ли это. Там некоторые вообще, знаете, худеют по килограмму в день. И радуются жизни. Мне кажется, как-то многовато. Лучше чуть поменьше. Ну ничего. Скоро Лаван день рождения. Я там отъемся. Ну как отъемся. Ну как получится. Вчера тоже гуляли. Все сидят пью, пьют. Безалкогольные. Колбаской заедают. А я водичку хлещу. Куда это годится, да? Ну вот так вот. Вот так и делаем. Знаете, на самом деле, я довольна собой. Сейчас я сам. У меня нет каких-то истерик. У меня нету там срывов. Ну хорошо, потихоньку. Любой. Прям вот первую неделю прям такие, знаете, были застои. Вот. А сейчас прям в таком значительном. Но я не знаю, то ли из-за того, что очень много шагов. Потому что что позавчера мы очень хорошо походили. Что вчера мы походили. В общем, такие вот результаты. Все, и встал на висаж. Прям не поверил. Ну, нафига сё. Короче, вы будете в шоке. Скоро будет месяц. Вот в месяц, когда будет, я взвешусь. Месяц, как я на диете. На похудение. В общем, короче, сдуваюсь прямо-то. На... На прямо-то. Короче, вы поняли. На глазах. Все, водичка, как всегда. На сайт, на завтра год, наверное, заказать. А то еще воды уже улыбается. Три бутылки за полторы недели. Так оно обычно хватало где-то бутылки на неделю. А тут я сейчас пью какой-нибудь. И все. Сейчас он тоже в девушку попался. Вот, тоже там говорит про похудение. Ну, как девушка, женщина. Она где-то 50 ее уже. Она похудела со 140 до 80. А вот... говорит, что, в принципе, можно есть все. Но нельзя есть. Вот это было... Короче, там полный список. А вот... В итоге она говорит, что очень важно. Это режим. Ну, вот режим у меня проблемы. То есть нужно там ночью спать. А вот днем там это. Но она говорит по поводу сна. Что типа сон должен быть не менее 7-8 часов. У меня есть такое. Я сейчас даже будильник специально себе не ставлю. Сплю, сколько хожу. Вся пораньше везла. Вал, что-то еще и сериал смотрю. А я, что, знаете, так устал все равно все. С ногой сейчас все фигня. Что-то, знаете, когда сидишь, лежишь, как-то вот застой ноги происходит. Стаешь и боль такая при ходьбе. Потом как-то потрясешь, там какой-то как щелчок такой происходит, и боль проходит. Я не знаю, что это такое. Что-то за фигня. То ли, может, у меня проблем с милийском или еще что-то. Короче, не надо ногами тоже заняться. Это вообще. Очень, очень. Очень и очень. Конечно, сейчас похудею, будет легче. Нагрузка на ноги, да? Но тем не менее. Я боюсь, там у меня совсем лохчем. Состояние. Да сколько раз я не страдала с ногой. Что, мне тут сумма немножко осталась. Наверное, я прям тут его и погрею. Что-то. Что-то будет здесь, как раз. Уже растягивает на второй день. Я не буду. Как раз съедим. Чувствую, как у нас подтошное. Грузи, есть хорошо. У нас есть понедельник. А вот у вас, не знаю, какой день недели. А вот понедельник и что-то вот вчера, вечером, знаете, после ужина, было такое чувство, как будто есть хотелось. Не знаю, неужели так это, тоже быстро заканчивается. Или, там, по дням рассчитывая, там, или ещё что-то. Но мне кажется, знаете ещё, на самом деле, лучше делить, лучше делить дозу пополам, чтобы растягивать её на целую неделю. То есть, за неделю прям какого-то и надо, только делить пополам. Потому что вот на четвёртый, пятый день уже, как бы, начинается это, возвращение аппетита. Как-то, мне кажется, то, что прописано укол на одну неделю, мне всё-таки не хватает. У меня такое ощущение. И тут уже не зависит от дозы, большая, большая. Хотя, вы знаете, вот я сейчас дозу увеличила, и прям реально такие отвесы пошли. Причём каждый день, девочки, прям каждый день отвесы. Вообще, я в шоке. Но это сейчас я максимальную дозу повысила. Кто-то там вот писал на форуме, знаете, то, что, когда повышаешь, потом уже может она у тебя не действовать. То есть, ты колешься, а тебя всё равно не действует. Ну, буду стараться держаться на морального или выхо. Вчера очень хотелось поесть, там фрукты остались. Я буквально киви съела, просто нравился вкус кисленький. Вот, а яблоко, груши, там этого вот так всё. Очень хотелось, но я продвижалась. И чисто водички я забила. Знаете, воду выпил и немножечко как-то отпускает. По поводу еды. Кстати, боялась, по поводу еды поджелудочной. Сейчас пью с утра, знаете, для пищеварения. Там таблетчику одну и всё. И вообще нормально, поджелудочная не беспокоит. Вот, так что всё зашибись. Это кто вам беспокоит по поводу поджелудочной. Вот тоже вот вычитал на форуме. Сидно, понимаете, это, эль видует. Я не буду говорить о названии лекарств. Что, во-первых, мне почему-то всё, что я говорю, мне приписывают сразу как реклама. Во-вторых, там, знаете, сколько раз говорила, что все назначения только после врача. Всё. То есть, если вам врач, скажем так, не противопоказано, то уже там сами решайте, можно, не можно, назначить, не назначат. Там будете ли сами себя назначать. Ну, вот, мне врач назначил. Вот, я ещё дополнительно проверилась. В принципе, мне моё здоровье позволяет использовать данные средства для похудения. Вот так. Ответствий есть. И очень такие, прям, серьёзные. Я думаю, к концу месяца разменяю точно цифру двузначную. Будет на весах. Девочки, двузначная цифра будет на весах. Я просто, ну, судя по тому, как оно сейчас идёт, даже если будет какой-то застой, даже если там будут колебания, в любом случае, я думаю, сделаю двузначную. Да, сами понимаете, сколько это я скинула? Кстати, мой максимальный вес был в Таиланде в августе прошлого месяца, когда мы были, вот на месяц ездили, помните, в августе. Я тогда встала на весы. Ну, правда, я, конечно, была после еды, там, все дела, в одежде, ну, ладно. Короче, 121 килограмм будет. А вот, сейчас у меня фактически намного меньше. Вот, постоянно мой вес был 114-115-116 где-то так вот. 114, когда, там, знаете, так вообще нормально, много не переедала. 115 плюс 116, вот реально в последнее время, знаете, как-то было так, что у меня мой стабильный не 114 стал, а 116. И меня уже, кстати, начал напрягать. Ну, сейчас, вот видите, немножко все по-другому. И это здорово. Ну, вот, девочки, от веса есть тоже, кстати, я померила. На талии еще минус полтора сантиметра. Так. Ну, в четверг, короче, будем в колодцию. То есть, сделаем контрольный замер этих сантиметров. Посмотрим, что там у меня, как говорится, происходит. Потом многие же не верят. Многие же думают, что я в руку. Хотя вот она я. Неужели меня по лицу не видно, по халатам моим не видно. По-моему, очень даже не видно. Так, в обыске, по-моему. А то не передавайте. У него вес не меняется. Вот он вчера ходил, как был вес, так и остался. У меня остались не меняется. Я говорю, меня немножко пугает. Просто переживаю. Не пись слишком быстро. Я боюсь, что-то провиснет. Тоже, а провиснет, не получился. И так уже на ногах смотрю, в общем, такая дрябленькая кожа стала. Ну, что он такой? У меня голова болит, сегодня дождь был. Такой, знаете, легенький. То ли дождь, то ли чего. Не поймешь. Хотя вроде сегодня тоже выехать погулять. Не знаю, вроде там вечером пока что-то опять дождь. Ну, 20% вероятности. Будет, не будет, непонятно. Непонятно. Колбаски. Так, это вот. Я ему прямо специально, блин, поменьше накладываю колбасы. Потому что он жрет на какой-то. Так, сколько ни положи. А себе, наверное, знаете, что? Я себе сыра брина езжу. Для дополнительной сытости. И, как знаете, очень хорошо. Как это, типа а-ля кето-диета. Он жирненький, так вот, хорошо. И сытость даст. Чтобы поменьше перерпусков. Что-нибудь тоже опять гулять пойдем. Ну, я не уверена, что я сегодня прям такой, знаете, длинный-длинный забег. Как вчера. Половчера. Честно, я не выдержу. Мои суставы очень-очень болеют. И вообще, кстати, вам тоже многие говорят, что если и вводить, например, какие-то, знаете, такие движения, ну, спортзалы и прочее, нужно все-таки, когда уже вес подснизился. Потому что, в противном случае, это очень большая нагрузка на суставы. Говорю, вон, встаешь. Что-то там треснуло, щелкнуло. И боль прошла. Я, кстати, не понимаю, что это такое. Кто, кстати, знает, напишите. Что за фигня. Почему какой-то как треск и все. И типа боль прошла. Странно. Странно, странно, странно. Так, суточка, у меня уже закипает. Вот, делюсь с вами с водками, с полей. Блин, а кило сто за день. Вот так сказать. И это же жжи неспроста. Пятачок. Это же жжи неспроста. Главное мне там в какую-нибудь анорексию не перейти. Когда, знаете, боишься съесть что-то и так далее. Психологическое какое-нибудь расстройство. Не хочу. Как-то узнает. Я говорю, у меня реально, знаете, как-то страх этой еды. Я сейчас так ценю то, что я сейчас достигла. Знаете, мне так страшно набрать. Поэтому мне прям не очень. Так, закидываю. Короче, здесь остатки. Заливаю. Вот у нас суп. Суп из семизолуп. Все. Остатки сладочные. Так, отобирай. Что я залюю сразу? Так, чайок. Я считаю, такой, знаете, настырный. Мне если что-то в голову забредет, я вот, знаете, лоб расшиву. Вот. И все. Пока не добьюсь цели и задачи. Может быть, конечно, я делаю сейчас не очень хорошо, неправильно. Ну вот. Как-то так. Как-то так. Что у меня тут? Все. Доедаем суп. Ласка не знает, что будут кушать. Вообще, я хочу шурупу приготовить. не знаю как готовить шурупу без картошки а вот видите вот даже про условие что я ем и рис и картошку все равно отвесы идут каждый день вот я там съела ложку картошки там некоторыми прям в обморок падает она съела картошку она там съела рис как она могла а ведь видеть меня питание то должно быть сбалансированы сбалансированы это и углеводы тоже картошку а некоторые не понимают не понимают так вот немножко посылочка буквально пару кусочков себе отрежу более килограмм позволяют хотя программ позволяет а сама-то кушать как-то не алло не лезет вонюченький спаляется моя-то ты красота съесть целиком 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 заставку сделала 17 минут вот так так я не знаю два кусочка больше не съем вот такой трелок получилось Получилось. Асока вот это там. Блин, чтение попадается в этих, в рекомендацию. Асока. Так, короче, дело к ночи. Хлеб сам. Ну, у меня сейчас такой, знаете, стандартный обед. Не хочется ничего изобретать. Поел, поел, слава богу. Да, может быть, у нас какие-то однообразные, как сказать, обеды. Уж извините. Что поели, что поели. Что-то себе засунуть. Хлебетесь. Может, хлеб кто есть? Нет, не надо. Все. Уходит и уходит. Значит, организму так надо. Вот. Пытаться зажрать. Тоже я не хочу. Мне это не надо. Так. Колбаса. А сегодня вот так поставим. Колбасу с другой стороны. Разница будет. Короче, вот. Девочки-мальчики вот такие. Вот у меня забота, проблемы. Я не знаю. Мне страшно, что так весы быстро уходят. Не, чувствую я себя нормально. В принципе, и бодрость есть. Но бодрость у меня как всегда подвесит. Вот. Но, опять же, повторюсь. Не знаю, можно ли так быстро уходить. Килограмм, сто, затей. Ну, не знаю. Мне кажется, многовато. Вот если там грамм по триста каждый день, было бы два. А вот и килограмм. А вот и килограмм. Ну, не знаю. Хотел с другой стороны. Вот видите, был застой недели. Вообще практически не двигался. Даже иногда чуть взрос. Это когда, кстати, у меня нога болела, и я не двигалась. Ну, мало ходили. А сейчас, вот видите, хожу. И все. Пол ведра меньше и побольше движения. Все. Формула проста. Все, увидимся в следующем выпуске. Пока-пока.